Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в Московский городской педагогический университет! Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто сегодня собрался здесь, в Институте иностранных языков нашего университета, а также все, кто смотрит прямой эфир в YouTube и ВКонтакте в официальных группах Московского городского. Всем добрый день! Возможно, кому-то я скажу «добрый вечер», потому что этот эфир смотрят не только в Москве и Московской области, но и в других регионах страны, откуда поступают наши абитуриенты. Поэтому, друзья, добрый вечер, возможно, вам. Пишите в чатах, откуда вы, из какого города, откуда нас сегодня смотрите. Задавайте свои вопросы в чатах. Ну а наши коллеги из приемной комиссии ответят на все ваши вопросы. Ну а если у вас вопросы будут прямо здесь и сейчас в этом зале, наши прекрасные волонтеры покажитесь с микрофончиками, смогут вам... О, там, да, отлично, классно! Друзья, всем добрый день! Мы готовы начинать. Сегодня мы расскажем вам все про МГПУ, все про образовательные программы 2023 года, а также расскажем, как все-таки поступить в наш университет и быть самыми счастливыми людьми на свете. Вы готовы начинать? Тогда поаплодируйте, и мы будем начинать! И сейчас на сцену я хочу пригласить людей, которые вам расскажут об университете и о том, как оказаться в нашей прекрасной команде в 2023 году. Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской Академии Образования, ректор МГПУ Игорь Ремаренко. Доктор социологических наук, проректор по учебной работе Дмитрий Агронат. Кандидат социологических наук, ответственный секретарь приемной комиссии МГПУ Евгений Татаринцев. Друзья, еще раз добрый день. Меня зовут Сулака Сава. Тут не запоминайте, это бесполезно. Трудно запомнить, невозможно забыть. Я буду сегодня ведущим нашей пленарной части. Ну и мы с вами готовы начинать. Ну а перед тем, как мы начнем, мы хотим вам показать специальное видеообращение, которое для вас записал министр образования Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Борисович Молотков. Внимание на экран. Дорогие абитуриенты Московского городского педагогического университета. МГПУ ежедневно вносит огромный вклад в развитие нашего любимого города и его системы образования. Экспертное курирование Московской электронной школы, создание электронных образовательных ресурсов, цифровая дидактика, программы Серебряного университета в рамках московского долголетия. Различные городские проекты и исследования и многое-многое другое. Все это сферы деятельности Московского городского педагогического университета. Желаю вам успешной приемной кампании, поступления в МГПУ и незабываемой студенческой жизни. Здесь можно поаплодировать. Спасибо Александру Борисовичу. Друзья, ну классно, что вы так бодро аплодируете. Вообще видно, что вы понимаете, что надо делать в своей жизни. Я вам коротко напомню о том, что здесь сегодня происходит. Мы с вами сейчас на общей части познакомимся с университетом. Эта часть продлится до 13, 10, 13, 20. В зависимости от того, сколько у вас будет вопросов. Поэтому, если хотите, уже вопросы поменьше. Если хотите, до конца дня, то вопросов побольше. Ну а затем продолжится презентация образовательных программ по аудиториям. У вас у всех есть программка. Вот такой вот сейчас файлик, помните? Да, есть у всех. Там, если развернуть, я думаю, вы разобрались уже в этажах, в аудиториях. Две сессии будет. То есть можно попасть в один кабинет, потом пойти в другой. Посмотрите еще раз программу. Выбирайте программы по душе, по вашим ЕГЭ. Мы сделали все так, чтобы вам было удобно. Ну а сейчас приступаем, и я хочу передать слово ректору Московского городского Игорю Михайловичу Еремаренко. Игорю Михайловичу, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Мы очень рады, что сегодня у нас есть возможность с вами живьем вот так постречаться. Честно скажу, за последние три года это первая такая встреча, когда Дмитрий Львович, он перед этими встречами всегда заходит, когда он так и не сказал, что будем живьем проводить или дистанционно. Сейчас у него не было этого вопроса. То есть мы уже как-то заранее решили, что живьем будет проводить. Поэтому мы очень рады, что так вот жизнь изменилась. Но всегда, на каждой этой встрече я хочу рассказать о том, что за университет такой, почему он появился вообще, чем он отличается от других университетов на образовательном пространстве Москвы. И он действительно отличается тем, что это университет, который учрежден не федеральным министерством образования, а правительством Москвы. Он тоже государственный университет, но учредитель этого университета, то есть та организация, которая решила, что он должен быть, обосновала его необходимости. Это мэрия Москвы. Теперь, а чего эта мэрия Москвы решила этот университет открыть? Давайте я небольшую историю расскажу. Дело было в 95-м году. Кто застал этот период в истории нашей страны, он был очень непростой. Вот представляете, в то время не хватало 5000 учителей. Это все равно, что взять сейчас и закрыть 50 школ в Москве. Просто взять и закрыть. То есть, ну, тотальный дефицит. Причем в то время многие уходили работать как раз в разные другие организации, не обязательно педагогические. То есть, выпускники педагогических вузов шли в совместные предприятия, в сферу экономики, торговлю, финансовый сектор. Ну, вот в разные другие места, которые не связаны с системой образования. И огромный дефицит в школах. Ну, вот зашел разговор, не сделать ли нам такой университет. Позвали тогда нашего нынешнего президента стать ректором-основателем этого университета, Виктор Васильевич Рябов. Он уже два раза до этого был ректором и имел большой опыт разной управленческой работы. И он говорит, не, неправильно. Это вот дело, его позволили делать педагогический институт. Он говорит, нет, неправильно. Педагогический институт, я не согласен. Почему не согласен? Ну, потому что этот кадровый дефицит, 5000 учителей, он когда-нибудь растворится. Он когда-нибудь будет заполнен. И уж если делать университет, то надо его делать, исследуя, а исследование это главное, чем занимается университет. Это не все видят, но это на самом деле самое главное, что в нем есть. Исследовать надо всю богатую социокультурную, гуманитарную среду города. Библиотеки, парки, социальная защита, значит, рекреационный сектор. Все те сферы жизни города, где люди взаимодействуют с людьми, где люди общаются с людьми. Порой ведь даже какие-то успешные образовательные находки мы переносим из других сфер, где человек работает с человеком. И вот если так университет строить, который сразу настроен на исследование социокультурной среды города, то тогда в этом есть смысл. То тогда помимо образовательных направлений подготовки университет сможет делать что-то еще. И вы знаете, у нас есть молодежная политика, социология, сфера юриспруденции, спортивный сектор. Ну самые разные вещи, которые как бы не относятся традиционно к системе образования. Да и те, кто работает в системе образования, порой находят себя за пределами системы образования, но очень связано с образованием. Поднимите руку, кто когда-нибудь был в Кидзане, в Китбурге, в Мастерславле или еще где-то. Я даже не ожидал, что так много. То есть больше половины все там побывали. Вот скажите, юридически это не относится к системе образования. То есть никакого отношения это к системе образования юридически не имеет. Но работа с детьми там, она безусловно имеет отношение к педагогике. Трудно с этим не согласиться. Это тоже одно из пространств трудоустройства. И даже наоборот, какие-то техники работы с детьми, которые мы видим там, могут быть применены в школе. Вот так появился Московский городской педагогический университет. Изначально с широкой палитрой трудоустройства, что касается разных сфер жизни города, где люди как-то работают с людьми, где люди как-то взаимодействуют с людьми. Сейчас уже более 600 программ в университете, более 2000 преподавателей работает. Среди 18 тысяч студентов, 3000 студентов, это студенты, которые учатся в колледжах. Потому что за время существования университета нам также были переданы колледжи. Ну и вот уже в этом году у нас появилась ассоциация выпускников, их уже стало совсем много, которые тоже разные всякие интересы в отношении университета проявляют. Ну, кстати говоря, на этом слайде это не сказано. А, это потом скажу. Значит, и весь университет у нас сейчас распределился постепенно с 95-го года. У него стали появляться разные корпуса во всех практически округах города Москвы. Ну вот сегодня вы познакомитесь с разными программами. Конечно, я думаю, вы заинтересованы где-то учиться, где не очень далеко ездить. Но на самом деле, ну как бы и к этому придется привыкать, потому что ведь где бы вы потом в жизни не работали, наверняка эта работа окажется, может быть, не совсем рядом с домом, да и дом может меняться. Ну, такая жизнь сейчас гибкая, мобильная. Поэтому вот у нас часто проходят разные мероприятия, например, которые, в общем, проходят в самых разных городских локациях. И за все время свое существование университет охватил самые разные уровни. У нас вот есть даже детский садик, где ходят совсем маленькие наши ученики и осваивают программы дошкольного образования. И дальше все это идет, ну, практически по всем уровням образования, наверное, чего нет на этом слайде. И это программ для пенсионеров. В этом смысле, если у вас есть бабушки, дедушки, которые хотели бы у нас поучиться в Серебряном университете, тем более это абсолютно бесплатно, то это тоже можно делать. Прямо так вот набираете Серебряный университет МГПУ в любом поисковике, и там видно, какие есть программы. Там разные программы, начиная от подготовки к дачному сезону и заканчивая программами, как провести экскурсию в Москве. Теперь несколько вот таких вызовов, с которыми мы работаем. Что, собственно, мы делаем, где наши приоритеты? Ну, первое, как я уже упомянул, для нас важно, чтобы студенты, поступившие к нам, изначально были сориентированы на богатую, интенсивную, постоянно обновляющуюся социокультурную среду жизни города. И поэтому начинается у нас обучение с так называемой социокультурной практики, где мы вам как бы говорим. Вот вы знаете, что происходит в городе, вот как на ваш взгляд, а что в городе влияет на человека более всего? Где он развивается? Что, вот сходили вы на какой-то спектакль, и он вас задел? Или на какую-то выставку, и она вас зацепила? Или, может, какой-то учитель в школе, ну, очень здорово работает, да? Давайте попробуем разобраться, вот какой там механизм, почему это нас цепляет? Почему это кажется нам каком-то местом развития? Где там какая загадка зарыта? Вот это, собственно, первое, с чего начинается. Таких мест практики несколько десятков на самом деле. И вот, да, были как-то раз студенты, это моя личная история, которые решили разобраться, зачем нужен ректор и откуда они берутся. Я был объектом их исследования, они закрыли меня в библиотеке, несколько часов пытали разными вопросами. Вот тоже социокультурная практика. После нее есть элективные курсы. Вот у нас действительно много элективных курсов, которые помогают разобраться вам, о чьем вам интересно. Вот где все-таки ваш интерес. Кстати говоря, каждый год растет число программ так называемого двухпрофильного бакалавриата. Вот когда вы будете в приемной комиссии, спросите их об этом, а что у вас есть по двухпрофильному бакалавриату. Что такое двухпрофильный бакалавриат? Это когда вы поступаете как бы сразу на несколько профессий, на несколько направлений подготовки. И первый, второй курс, вы пробуете эти профессии. Вот, например, в Институт педагогики и психологии образования они поступают на русский язык, английский язык, информатика, проектирование образовательных программ. Что там еще? Дошкольное и начальное. Дошкольное и начальное образование. Вот шесть профилей. Сразу вы жестко не определяетесь, на какой профиль идти. Ну то есть, если вы сразу хотите там начальная школа, детский сад, это можно выбрать и сразу идти. Но вы также можете пробовать. Первый, второй курс вы пробуете, а с третьего курса уже жестко выбираете два из этих шести профилей. Вот так это все устроено. Этот бакалавриат пятилетний, потому что сразу два профиля дается, но у вас есть дополнительная возможность попробовать себя в разных профилях. И если вдруг вы поняли, что вам не это интересно, а вот это интересно, то у вас есть всегда возможность уточнить. Студенческая жизнь это не только учеба, но и студенческие сообщества. Кстати, вот наша команда КВН вы могли увидеть в субботу, они играли на первом канале, их показывали. Ну это одна из команд, да. И помимо этого еще более шести десятков разных студенческих сообществ, начиная от игры в шахматы, заканчивая там донорами, дебаты, клуб, чтение. Ну в общем самые разные. Сейчас это многие вузы делают, так называемое стартап, направление стартапов студенческих. Вообще это сейчас многие с этим экспериментируют, чтобы диплом даже защитить, сделав какой-то проект, реально реализующийся в московской системе. Ну не обязательно в московской, то есть это действительно проект, который выводит на какое-то предприятие, на какое-то изменение в социальной действительности. Ну вот ежегодно около ста студентов, это не для всех, не все как бы могут на этом уровне работать, но там точно можно познакомиться, как знание превращается в проект. Как знание приводит к тому, что появляется какой-то бизнес, появляется какое-то предприятие, появляется какая-то некоммерческая организация. На наш взгляд это вполне, ну как бы вот веяние времени, когда сама экономика стартапов, может быть вы слышали это изречение, стала основой для экономического развития. Независимый центр оценки компетенции. Есть у нас такая штука, когда со второго курса мы зовем студентов, обязательно зовем, в специальный центр, это отдельно стоящее здание, куда можно прийти и проверить, чему ты научился. Ну начинается это на примере педагогического образования, хотя это есть и для ириспруденции сейчас делается, для других направлений подготовки. Начинается это с того, что сначала показываются, есть ли предметные знания, а дальше разные другие испытания, в том числе модельные учебные занятия. То есть конкретные уроки, которые вы готовите и проводите на детях, роль которых играют те, кто учится в колледжах. Есть у нас такая почетная волонтерская миссия. Почему это важно? Потому что здесь можно получить реальную обратную связь, а чему мы научились, что не получается. Нельзя просто так взять, прослушать лекции и сразу стать успешным профессионалом. Это можно сделать, если вы пробуете элементы профессиональной деятельности и видите, где у вас не получается. Это нормально, всю жизнь будет что-то не получаться. Вот даже ректоры вузов раз в пять лет сдают экзамены. Приходят, у них забирают паспорт, у них забирают телефон, они садятся и сдают тесты. Ну ничего не пойдет. Нравится это? Нет, мне не нравится. А по-другому не бывает. Вот и на коммерческих предприятиях даже так. То есть везде приходится все время себя испытывать. Ну и давайте делать это легко. Давайте научимся, что жизнь такая и лучше успешно эти все тесты сдавать, чем все время по поводу них переживать. Очень ценит наш мэр это направление, там где есть возможность заранее как бы свои компетенции подтвердить. И дальше выпускники, которые приходят в школу, они разные дополнительные плюшки получают. Ну вот все время коллеги, которые готовят мне эту презентацию, эти слайды вычеркивают, они все равно вставляют. Значит, это слайды про всякие наши места в разных рейтингах. Ну вы это так можете нагуглить и посмотреть. То есть действительно среди педагогических вузов мы лидируем. И это как бы само собой разумеется, потому что ну как еще мы же находимся в столичном регионе и здесь все для этого условия есть. Мы являемся единственным педагогическим вузом, который участвует в министерской программе «Приоритет 2030». И вот этот вот слайд тоже все время вычеркиваю, его все время вставляют. Значит, это вообще придумали журналисты, мы не додумались бы до такого. Учителя дороже нефти. То есть здесь в 2019 году произошел такой перелом. Это данные при поступлении на ЕГЭ, вот черный это университеты нефти и газа. Он всегда был, туда шли более сильные студенты, чем педагогические. Но с 2019 года тенденция переменилась. Тенденция переменилась и более сильные стали идти в систему образования. И это, по-моему, замечательно, потому что мне кажется, что потенциал, человеческий потенциал, он безусловно более значим, чем потенциал углеводородов, чем потенциал нефти и газа. С чем я вас и поздравляю. Спасибо, Игорь Михайлович. Друзья, ну что, классно, сложно поступить, классно учиться. Возможно, есть к Игорю Михайловичу вопросы, как к ректору университета. Вы можете сделать это прямо сейчас. Ваша рука, наш микрофон и говорим в пространство свои вопросы. Сразу хочу сказать, что те, кто в других аудиториях сидят, я, наверное, после этой встречи к ним заскочу, и там тоже они смогут меня о чем-нибудь спросить, чтобы они не переживали. А те, кто здесь, хочется спросить, поднимите левую руку, правую нельзя, это запрещено в нашем университете. Давайте разрешим и правую поднимать хорошо. Ну что, давайте тогда, вы подумайте над вопросами, потому что как-то так сразу тяжело задавать вопросы, это тоже надо учиться делать, и в университете этому тоже учат правильно задавать вопросы, ставить в конце вопросительный знак. Ну а мы поедем дальше, и, конечно, когда вы посещаете разные Дни открытых дверей, не только в нашем университете, то, конечно, вам рассказывают о том, как же устроен бакалавриат, как проходят образовательные процессы, почему вам нужно поступить именно в этот университет. И сейчас мы тоже вам про такое расскажем. Я хочу передать слово Дмитрию Львовичу Агранату, проректору по учебной работе, который расскажет о крутых сервисах, которые есть для студентов в нашем университете. Дмитрий Львович, вам слово. Дорогие друзья, добрый день. И сразу в начале презентации хочу сказать, что у нас, конечно, студенты учатся, к ним предъявляются большие требования, студенты предъявляют большие требования к преподавателям. И вот, как вы видели на слайде, мы занимаем 16 место по качеству приема последнего балла ВИГа в стране среди 750 вузов России. Но мы, конечно, всегда думаем, а что сделать хорошего для студентов, чтобы в освоении образовательной программы им ничто не мешало. Никакие административные препоны, лишний раз, чтобы мне не надо было бегать за бумажками. Это, конечно, очень важно, потому что вы пришли учиться для того, чтобы быть успешными в жизни. Прошу прощения. Сейчас кликер мне передадут, чтобы мне тоже было удобно. И вот сразу хочу вам показать тот личный кабинет, который у вас окажется. Мы вообще в университете уделяем большое значение информатизации, потому что все вы и мы живем в информационной среде. Даже сейчас некоторые сидят в телефонах и, наверное, смотрят на нашу сцену через трансляцию ВКонтакте. Так вот, обратите внимание на эти кнопки, которые есть в личном кабинете у наших студентов. Но первое, хочу обратить внимание, это успеваемость. Вот вы можете всегда, кто хорошо учится, похвастаться перед своими родителями, перед своими друзьями, сделать ссылку на эту успеваемость, как вы замечательно учимся. Те, кто плохо учится, я рекомендую, конечно, никому не показывать это дело. Тайно самому смотреть ночью где-нибудь на свои замечательные оценки. Но я вот хочу также сказать, чтобы посмотреть, пожалуйста... Ну, он все это видит, он видит. Мы, да, мы каждого из вас видим в этом плане. Вот есть, допустим, такая кнопка электива. Вот Игорь Михайлович здесь сказал, что у нас есть элективные курсы. И мы год четыре назад подумали, а вот как дать студенту выбрать какой-нибудь курс, который он хочет проходить в следующем семестре. Вот скажите, кто в школе что-нибудь выбирал? Поднимите руки, есть такие студенты? Вы знаете, вот одна и та же картина, практически нет. Мария Ивановна сказала, выбери, пожалуйста, вот этот курс. И ничего не сказала, сказали, что вы это сами выбрали, вы ничего не выбирали. А мы даем возможность студенту реального выбора. Мы ликвидировали всех людей, которые вам советуют в этом отношении что-то выбрать. Это же самоопределение, вы должны сами определиться. Поэтому у нас начинается в час ночи выбор. Ну, почему в час ночи? Ну, так исторически сложилось, нам понравилась эта цифра. Студенту перед началом нового семестра в эту кнопку выгружаются более 150 модулей, которые он будет проходить в следующем семестре. Дальше они все туда заходят, выбирают тот модуль, который они хотят проходить. Бывают случаи, когда они не могут выбрать, потому что этот модуль уже занят кем-то, они выбирают другой. И дальше по понедельникам они разъезжаются в разные корпуса и проходят эти модули, которые, значит, им понравились. И они хотят себя развивать в этом направлении. Мы, конечно, очень сильно хотим, чтобы вы развивали в том числе и свои интересы, которые сложились у вас до вуза. Они очень разнообразные. Кто-то ходил в музыкальную школу, кто-то занимался историей, кто-то играл в футбол, кто-то занимался вопросами психологии, если хочет изучить вопросы экономики. У нас даже есть вокальные курсы. И поэтому вот эти элективные курсы позволяют вам раскрыть себя и сделать большую прибавку к той профессии, которую будете осваивать. Потому что если вы придете в школу и вы умеете играть на гитаре, то это будет здорово, вы можете провести для школьников в доп. образовании. Ну и вообще умение на чем-то играть или петь может вас начальство заметить на каком-то корпоративе. Это очень важная такая вещь. Потом посмотрите, пожалуйста, дальше. Вы можете проверить свои работы в антиплагиате. Вы можете посетить нашу электронную библиотеку. В общем, очень много интересных сервисов, которые вы можете сделать из дома, со своего телефона, с планшета и так далее. В отношении документов. Конечно, студент учится и очень часто нужно сделать различные бумаги, связанные с вычетом в налоговые органы, связанные с различными справками, со срочками от армии и так далее. И вы в этом отношении можете зайти в свой личный кабинет. У нас есть такое замечательное структурное подразделение, многофункциональный студенческий центр. Заказать эту справку, вы ее сразу увидите в электронном образе. И можете получить в любом из наших корпусов, где мы реализуем учебный процесс. Это очень удобно. Также мы проводим опросы регулярно из студентов через личный кабинет. Что вам нравится, не нравится, различные пожелания. То есть мы всегда очень живо относимся к обратной связи студентов и корректируем свою деятельность в зависимости от их мнений. Также мы реализуем такую функцию. Мы изучаем эти большие данные, мониторинг образовательных результатов студентов. Смотрим, как студенты у нас ходят в библиотеку, на какие оценки у нас учатся. И мы всегда на основе этих данных, на основе анализа предупреждаем ряда студентов, что в следующем семестре он, наверное, двоикно получает и будет, наверное, отчислен. Поэтому посмотри, учись хорошо. Также мы активно развиваем функцию онлайн-образования. В наших образовательных программах немало есть онлайн-лекций. Вы можете пройти различные онлайн-курсы, в том числе наши, в том числе наших вузов-партнеров. Например, в этом году мы запускаем в программах магистратуры онлайн-модули, которые студенты также выбирают. Эти онлайн-модули мы реализуем с такими вузами, как Высшая школа экономики, МИСИС, Санкт-Петербургский государственный университет и так далее. Ну, пожалуйста, это форматы различные, которые у нас есть, видео-лекции, есть различные онлайн-курсы, есть мини-лекции и так далее. Словом, все в своем личном кабинете Вы можете увидеть. Безусловно, вопросы приема. Вот, Вы знаете, в наших правилах приема не может разобраться никто. Мы месяцами сидим и разбираемся, пытаемся понять, что надо делать. А для Вас, как обыватели, это вообще недоступный юридический документ. И поэтому мы Вам говорим, не надо. Для того, чтобы нам поступать, не надо в этом разбираться. Мы за Вас разобрались и мы даем возможность Вам скачать специальные приложения. Эти приложения представлены во всех магазинах соответствующих, где Вы можете посмотреть на свой, во-первых, рейтинг, на свое место в различных рейтингах нашего университета при приеме. В общем, оно очень сильно облегчает Вам поступление в наш университет. Я Вам рекомендую воспользоваться этой возможностью, когда начнется приемная комиссия, с 1 июня скачайте это приложение. Ну и, конечно, для иногородних студентов у нас есть замечательная гостиница. Это реальные фотографии. Мы их специально не монтировали с сегодняшнего приема. Реальные студенты. Вот такая замечательная гостиница. У нас их две. Поэтому, кому нужно будет жить в городе Москве из другого региона, мы предоставим такую возможность. Успехов Вам в приемной кампании в следующий год. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Львович. Друзья, ну Вы понимаете, да, с каждым новым выступающим Вы понимаете, что поступить все сложнее и сложнее. Дальше будет ответственный секретарь выступать. Вы поймите, что вообще уже все. Вопросы, пожалуйста, к Дмитрию Львовичу. Возможно, к Игорю Михайловичу есть вопросы появились, вы их сформулировали. У Вас вообще нет вопросов. Вы знаете, да, что это означает? Когда нет вопросов, это означает одно из двух. Это значит, пришли поступать на матросов. Друзья, а кто поступает в 23-м году в бакалаврят? Поднимите руки. А кто не поступает в 23-м году? Поднимите руки. Молодцы. Золотой запас. Друзья, ну что, вопросики, пожалуйста, поднимайте руки, не стесняйтесь. Да, вот у нас вопрос есть в углу зала. Давайте передадим микрофон. Там волонтер недалеко был, пожалуйста. Представьте себе ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я изучал сайт ваш, и почему-то я не увидел, какой проходной балл был в 22-м году. Почему-то заказчиков на 21-м году. И вот сейчас, в частности, меня интересует филологический специалитет. Спасибо за вопрос. Я думаю, что рядом с вами сейчас точно окажется кто-то из сотрудников приемной комиссии, и вам этот балл назовут, который был летом 22-го года. Просто это совершенно детальная информация, и он даже в буклете, который вам раздавали, есть. Друзья, проходные баллы есть. Там все так много подробно написано, но посмотрите. Я думаю, что если нужно, мы этот балл озвучим в микрофон. Нет, а речь, видимо, именно про 22-й год. Наверное, еще 22-й не стоит, да? За последний же год, вам интересно? Стоит уже по 22-й? Ну, давайте проверим. Но за 21-й железно, да? То есть, там у нас как где-то... И за 22-й тоже есть. Да, и в раздаточных материалах у вас тоже есть. Друзья, еще вопросы. Мы открыли серию вопросов перед финальным выступлением. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Нет, с микрофоном, пожалуйста. А там просто тогда на трансляции не будет слышно. Благодарю вас. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу целевой квоты. Если я правильно разобралась, в прошлом году на педагогическое образование была выделена целевая квота, совсем небольшая, и для иных регионов, не Москвы и Московской области. Спасибо. Я смотрю, пошли вопросы в основном про прием. По целевой квоту. Целевая квота устанавливается только на федеральные места, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. В прошлом году по постановлению правительства Российской Федерации квота целевого приема на педагогическое образование на Москву и на Московскую область за отсутствием потребностей в педагогических кадрах целенаправленной подготовки установлена не была. Это не значит, что нет потребностей в педагогических кадрах. В этом году, если я ничего не путаю, 30%. Но квота целевого приема будет к первому июня. Давайте здесь по смыслу поясним, потому что столько слов, многие не понимают, о чем речь идет. Значит, у нас есть бюджетные места. И это означает, что часть этих бюджетных мест, она финансируется из администрации Москвы, а часть мест финансируется из федерального министерства. Почему так? Потому что любой вуз по федеральным правилам может подать заявку и говорить, а давайте я еще помимо региональных бюджетных мест буду федеральные места получать, если я хорошо работаю. Ну вот мы показали, что мы хорошо определенные показатели выполняем, и нам дали еще вот эти федеральные места. Теперь, есть так называемое целевое обучение. Это что означает? Это когда студент приходит к нам и говорит, вы знаете, я уже определился, вот я буду вот там работать точно. И этот работодатель меня точно возьмет. И тогда давайте я приду к вам по льготному конкурсу в пределах квоты. Правильно, да? В пределах там не всех бюджетных мест, а там 10%. Вы меня возьмете, может быть, даже с чуть более низкими баллами. Не чуть более, а низкими баллами ЕГЭ. Чем остальных. Но я вот подпишусь под обязательства трудоустройства. Мы такое делаем, но редко. Вот только в рамках федеральных мест. Почему? Потому что по жизни мы знаем, что, во-первых, люди меняют мнение. Они сегодня хотят там работать, потом не хотят там работать. Если они это мнение изменили и выбрали другого работодателя, им придется потом все, что за них бюджет заплатил, все вернуть. Представляете? Это приличные деньги. То есть это там не один миллион рублей. Ну тоже вот зачем это надо, да? То есть зачем заранее вот как бы. Поэтому мы стараемся, чтобы у нас были целевые места, но в основном в магистратуру. Почему в магистратуру? Потому что там люди уже работают. Они уже как-то с рабочим местом плотно определились. А на бакалавриат мы стараемся избегать целевых бюджетных мест, чтобы не закабалять людей вот такими жесткими обязательствами. Вот такая ситуация. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо за ваши вопросы. Очень классные вопросы. Они очень конкретные. Мы слышим, что вас интересует очень конкретная информация. Хотя было бы забавно, если сейчас тот взял бы микрофон и спросил, Игорь Михайлович, а с какой программы развития вы вошли в программу «Приоритет 2030»? Мы такие, оп, и рассказали бы, да? Любые вопросы, не стесняйтесь. Вы спрашиваете про себя, потому что это важно для вас. Вопросы? Вот там на самой галерке отличники. Давайте туда микрофончик поднимем. А, еще и в середине. А потом наверх тогда. У меня зовут Александр. Вопрос следующий. Если речь идет о втором высшем образовании и интересует именно очное обучение и география, днем, работа в офисе и так далее, как в этом случае будет происходить обучение? То есть это может быть вечером как-то приезжать? То есть без отрыва от работы, где зарабатывают деньги. Бакалавриат или магистратура? Я рассматриваю магистратуру, но если это возможно, то это бакалавриат точно так же. Мне главное, чтобы это география точно так же, чтобы была очная, не заочная. Поближе микрофончик. Да, речь о очной форме. Да. Ну, очная форма у нас, как правило, реализуется где-то по расписанию часов до 17, потому что в основном там обучаются выпускники школы, СПО, в общем-то. Но у нас есть очень заочная форма обучения. И заочная форма обучения на программах бакалавриата, которые начинают свое обучение где-то часов с 17. То есть в этом отношении вы можете посмотреть другие просто формы и примерить на свою занятость. Потому что, конечно, у нас студенты есть, которые подрабатывают в этом отношении. Мы оцениваем их успешность, кому-то разрешаем индивидуальный график обучения на старших курсах. Кто-то там синхронизирует свою графику, работая с графиком учебы. Но, в общем-то, в этом отношении надо такую взаимную гибкость проявлять. Но я вам рекомендую посмотреть другие просто формы обучения, которые рассчитаны на работающих взрослых по программам бакалавриата. То есть, если внимание учебе есть полноценное, то здесь возможны какие-то варианты? Ну, на старших курсах, да, безусловно. Спасибо. Напомню, что программа «География» в аудитории 314, это третий этаж. Если будут вопросы по программе, вы можете подняться после пленара в эту аудиторию. Друзья, наверху был вопросик. Давайте вот туда, совсем-совсем наверх. Сейчас многие сядут, нам бы первое высшее получить. Какое второе? Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я хотела у вас спросить. Вы знаете, мы в этом году были в техническом ВУЗе на Дне открытых дверей. И вот руководство озвучило такую проблему, ну, которая была решена, в общем-то, что в прошлом году при подаче документов абитуриентов через портал у них произошла сложная ситуация, когда задвоились заявления, то есть ребята, которые… Ну, в общем, какая-то там очень сложная ситуация, что количество вот этих заявлений, которые видели в институте, оно значительно превышало, ну, реальное количество реальных поданных заявлений. И, ну, потихоньку эта ситуация была решена, но ректор рекомендовал подавать документы исключительно лично, не пользуясь этим порталом. Вот столкнулись ли с этой проблемой? Как вы вообще относитесь к подаче документов через портал? Спасибо. Хороший вопрос. Значит, мы не будем лукавить, мы скажем, что технические проблемы есть у этого портала, безусловно. И все абитуриенты, которые поступали в том году, они с этим столкнулись. Это вот этот большой федеральный портал. Госуслуг, да. Но это было связано там с атаками различного рода, с техническими сложностями в этом портале. Поэтому у нас в университете уже давно есть своя информационная среда для подачи документов. Вы можете подать через портал, вы можете подать через нашу информационную среду, вы можете руками принести эти документы. Мы вам рекомендуем, если вы сориентированы на подачу в онлайн, пользоваться нашей средой. Потому что любая среда, вы прекрасно понимаете, информационная среда, она нуждается в определенном времени для доработок. Поэтому вот на следующий год мы всем рекомендуем подавать через нашу информационную среду. Ну, либо посетить нашу приемную комиссию в ДНХ. Спасибо. Мне кажется, мы отлично нащупали нерв для продолжения разговора. Раз уж говорим о приеме, об информационной среде, о суперсервисе, о личных кабинетах, самое время поговорить о том, какими же будут правила приема в 2023 году. И сейчас с анонсом самых главных деталей, нюансов и на что нужно обратить внимание. Ответственный секретарь приемной комиссии МГПУ, Евгений Татаринцев. Евгений Алексеевич, пожалуйста. Да, всем еще раз здравствуйте. Я уже так потихоньку начал вклиниться в разговор. Я прекрасно понимаю, что самые главные вопросы, для чего вы уходите на дни открытых дверей, это все-таки прием. Понятное дело, что сделать какие-то акценты и рассказать каждому индивидуальное – это невозможно. Для этого рекомендую действительно обращаться к сотрудникам приемной комиссии, писать наши чаты. Мы, в общем-то, достаточно открыты, если не спим. Иногда мы спим. Я просто коротко остановлюсь. Основная канва. Возможно, я подозр... Кстати, поднимите, пожалуйста, руки, кто уже был на днях открытых дверей в других вузах. Супер, круто, отлично. То есть вы молодцы, вы ходите на дни открытых дверей, поэтому вполне возможно, часть этой информации вам не то чтобы не понадобится, она будет повторяться, потому что порядок приема для всех вузов одинаковый. Канва как таковая. Вот после нашего официального собрания, там мы с вами поговорим о каких-то таких нюансах, сложностях, и как раз расскажу, что у нас было с госуслугами. Итак, значит, что у нас? Значит, у нас начинается прием документов с 15 июня. Во всех вузах эта дата на самом деле разная, но не позднее 20-го. Мы начинаем чуть пораньше, с 15 июня, для того, чтобы там заочка поступает у нас еще, дать вам возможность увидеть, пощупать, пользоваться тем же самым личным кабинетом, там зарегистрироваться и тому подобное. Вот основные способы подачи. Как можно подавать документы? Через личный кабинет абитуриента. Это о чем Дмитрий Львович говорил. И, кстати, по статистике, в прошлом году 70% всех поступающих к нам ребят подали документы именно в онлайн-формате, воспользовавшись сервисом нашим, который на сайте, личный кабинет абитуриента. Он, кстати, впоследствии станет тем самым личным кабинетом студента. То есть вам не надо будет заново что-то там проявлять. Можете приехать лично на ВДНХ, подать документы живую, можете выслать почтовым операторам, ну или можете рискнуть и подать через госуслуги. Честно говорю, я не знаю, как они будут работать. В прошлом году, чтобы вы понимали, за два дня до завершения приема документов в 16 тысяч заявлений вдруг вывалилось из госуслуг. Мы их, конечно, обработали. Ночь работе не помеха, все нормально. Но когда дело дошло потом, что еще несколько тысяч прилетело после завершения приемов документов, ну это было печально. Поэтому, ну... Не рискуйте. Да. Риск дело благородное, но не в этом случае, мне кажется. Перечень документов, он стандартный. Документы, подтверждающие вашу личность, документы об образовании, если есть индивидуальные достижения, СНИЛС при поступлении на направление педагогического образования, справка 086 для прохождения медицинского осмотра. Это вот стандартный набор, заострять внимание не буду. Значит, я хочу заострить внимание на тех моментах, что у нас нового в приеме. Что у нас нового? Вы должны понимать, что конкурс бывает по нескольким основаниям. Вот здесь на слайде я показал основные, так сказать, конкурсные группы, в которых вы можете принимать участие. Первое – это так называемая особая квота. Отдельный конкурс – это сироты, инвалиды, дети инвалиды, инвалиды с детства и так далее, ветераны боевых действий. Это отдельный конкурс, отдельные конкурсные места по квоте. Выделяется, собственно, 10% от бюджетных мест. Второе – это та самая целевая квота, про которую вопрос задавался. Будет она установлена к 1 июня. На какие-то программы будет, на какие-то не будет. Смотрите, там информация будет. Следующее – это специальная квота, которая для детей, участников специальной военной операции – 10%. Следующее – это даже не квота, это ребята, которые поступают вне конкурса. Это победители-призеры Олимпиад. Им место гарантировано уже на бюджете сразу. Дальше основная часть – это как раз общий конкурс. И, соответственно, поступление на вне бюджета как отдельный конкурс, он считается. По факту, там нужно набрать просто минимальные баллы, но, тем не менее, с формальной точки зрения, это конкурс. По поводу как раз поступления гарантированных, хочу обратить ваше внимание, что мы таких ребят очень активно поддерживаем. У нас учреждена специальная стипендия для тех, кто поступает по результатам Олимпиад, воспользовавшихся особым правом без вступительных испытаний либо 100 баллов. Это 20 тысяч рублей ежемесячно получают дополнительно к академической стипендии все, кто воспользовались. И те, кто набрал более 92 баллов по ЕГЭ, средний балл получают у нас 10 тысяч рублей в течение всего первого курса обучения. И как раз хочу обратить ваше внимание, что у нас стартовала наша собственная Олимпиада. Олимпиада учитель школы будущего. По иностранным языкам эта Олимпиада входит в министерский перечень и дает как раз право поступления без вступительных испытаний в ВУЗы. Либо 100 баллов по иностранному языку. Она уже началась. Можете регистрироваться на нее, можете совершенно спокойно смотреть там задания и тому подобное. Соответственно, мы ее расширяем. Это направление в этом году добавляется два профиля по русскому и по обществознанию. Да, пока, поскольку они только начинают на первый год, они право без вступительных испытаний не предоставляют, но индивидуальные достижения в виде 10 баллов вам это, естественно, добавится. И вот, соответственно, дата с 1 декабря у нас уже началась по иностранным языкам и с 15 декабря по русскому обществознанию. Попробуйте в свои силы. Очень неплохая тема. Выиграв Олимпиаду, гарантировав себе место уже в ВУЗе 20 тысяч рублей, либо 10 баллов получить к теме ЕГЭ. Значит, что нового? Это новое произошло с этого года. Если раньше максимальное количество направлений, которые вы могли выбирать в ВУЗе, было 10 до 10, то теперь до 5. Мы в этом отношении ничем не ограничиваем вас, мы предоставляем максимально возможное количество, все 5 направлений вы можете выбрать. В этом году вы пишете только одно единственное заявление. И в этом заявлении указываете все программы подготовки. То есть раньше, если по прошлым годам вы писали на каждом направлении подготовки отдельные заявления, сейчас вы пишете одно заявление и перечисляете все программы, на которые поступаете. И вот к этому надо привыкнуть. Я не знаю, как это будет работать, честно, но это очередной риск для вас. У нас и по мере развития, у нас, кстати, потихоньку мы ведем такие, и у нас и серия дней открытых дверей. У вас в раздатке есть тематические, будут прям в течение следующего года очень плотные. И у нас эфиры проходят по этому поводу. Мы разбираемся вместе с вами, потому что действительно разобраться в порядке приема, это такое еще себе удовольствие. Так вот, вы должны будете указывать приоритеты. То есть вы там, допустим, выбрали пять программ. И вы должны сказать, какая для вас приоритетна. В первую очередь, во вторую очередь, и в третью очередь. Соответственно, изменить эти приоритеты, изменение заявления только до дня завершения подачи документов. После завершения подачи документов приоритеты не меняются. У нас 25 июля, это вот те, кто поступает по ЕГЭ, единая дата завершения подачи документов. Причем, обращаю ваше внимание, в этом году на все формы обучения. Здесь вот обратите внимание. Добавлю сейчас секундочку. Для чего нужен приоритет? Всех обращаю внимание. Когда вы расставили, например, выбрали пять программ, вы расставили первое, второе, третье, четвертое, пятое, дальше мы решаем, куда вас зачислять. Если на первую программу вы не проходите, мы вас зачислим на вторую, в случае, если вы там проходите. Если вы не проходите на вторую, зачислим на третью. Если на третью не проходите, зачислим на четвертую. Без информирования вас об этом. Вот это обязательно вы поймите. Так будет работать вся машина приемных комиссий во всей стране в этом году. Поэтому, когда составляете приоритет, это должна быть содержательная работа, а не просто накидал программ, потом решу. Потом вы ничего не решите, вас зачислют туда, куда зачислют. Правильно, Евгений Александрович? В общих чертах, просто обратите внимание, вы таким образом, знаете, как это, делаете ставки. Делаете ставку, куда вы поступите. Да, может возникнуть такая ситуация, почему я говорю, не стесняйтесь задавать вопросы приемным комиссиям, смотреть, что происходит, средние баллы и все остальное, потому что может возникнуть такая ситуация, что вы хотите, я не знаю, на педобразование английский язык, но побоялись конкурса и поставили его в приоритет номер два. А в приоритет номер один, например, вы хотите поступить на рекламу связи со общественностью. Но вы поступили бы и туда, и туда, но мы вас зачислим на рекламу связи со общественностью, потому что это приоритет номер один. Вот эта вот часть, о которой я начал говорить, обратите внимание на те, кто собирается поступать на очно-заочную, заочную форму обучения на бюджет. Если раньше сроки приема на очно-заочное и на заочное форму обучения были другие, и мы сначала зачисляли очное, а потом очно-заочное, то сейчас нет. Все одновременно идут. Сроки завершения приема документа. Индивидуальные достижения. У нас их очень много и перечислять бесполезно. Разброс от 5 до 10 баллов. Причем, кстати, обратите внимание, у нас 5 баллов это минимум. В многих институтах, университетах это начинается с 2 баллов. 10 это максимальный балл, мы его с удовольствием тоже даем. Но в этом году мы учитываем индивидуальные достижения только в случае, если у вас средний балл ЕГЭ 75 плюс от 75 баллов. Если вы предоставляете нам индивидуальные достижения и средний балл ЕГЭ, ваш меньше 75 баллов, они не учитываются никаким образом. Минимальные баллы. Очень важная информация для того, чтобы принять участие в конкурсе. У нас на все программы он установлен. В программах он у вас есть. Минимальные, чтобы вы так ориентировались, это 45 баллов. Максимальные на некоторых программах до 60 баллов у нас достигают. Экзамены внутри ВУЗа. Вопросы, которые очень часто всех интересуют. Все поступают по ЕГЭ, но есть некоторые категории, которым разрешается сдавать внутри ВУЗа. Первое – это инвалиды. Второе – это иностранные граждане. Третье – это те, кто поступает на базе высшего образования. Четвертое – это те, кто поступает по специальной квоте, но только этот экзамен действует только в рамках специальной квоты. И после колледжа на некоторые программы пока еще разрешено поступать по внутренним вступительным испытаниям. У нас здесь программы перечислены, которые только по ЕГЭ после СПО. И есть предметы иностранной литературы, географии, физико-химии, информатика, которые только по ЕГЭ на любую программу сдают выпускники колледжей. Если же вы сдаете внутренние вступительные испытания, что на базе высшего, что на базе колледжа, там не общеобразовательные предметы, там идут спецпредметы по аналогии с общеобразовательными, но за исключением русского языка. А русский язык сдается везде одинаково. Соответственно, основные даты завершения приема документов. Те, кто поступает по ЕГЭ, 25 июля завершается прием заявлений на бюджет, 19 августа на вне бюджета. Те, кто сдают внутренние вступительные испытания творческо-профессиональной направленности, например, в Институт культуры и искусства, из соответствия знаний спортивных технологий, 15 июля на бюджет, 7 августа вне бюджета. И если полностью сдаете экзамены, в том числе там общеобразовательные, то до 10 июля на бюджет и тоже до 7 августа на вне бюджета. Это вы должны подать документы. Рейтинговый список на бюджет у нас будет опубликован 27 июля. Это как раз вот когда вы будете видеть полную картину, кто подал, с какими баллами, потому что 25 завершается прием, 26 выверг и 27 публикация. На бюджет вы должны пройти, собственно, по конкурсу и предоставление оригинала документа об образовании. Вы теперь оригинал документа об образовании из программы на программу не перекладываете. Вы предоставили нам, расставили приоритеты, и мы в соответствии с приоритетами смотрим, куда вы проходите, туда вас и зачисляется. С одной стороны удобно, с другой стороны обратите внимание, что здесь нужно посмотреть прежде всего, чтобы... И оригиналы тоже завершаются, есть инновация в этом году. Если раньше оригиналы предоставлялись до 18 или до более позднего времени, мы в частности всегда до 9 часов вечера предоставляли, в этом году все вузы принимают до 12 часов. То есть первая часть, это 28-го, это как раз те, кто зачисляется по особым квотам, по специальным квотам и без вступительных испытаний. 3-го августа все остальные, и 26-го это вне бюджет. Но вне бюджет, поскольку не регламентирован, там мы до 6, а все остальное до 12 часов дня. То есть 12.00, если вы приходите 12.01, мы у вас уже эти оригиналы не забираем, не берем. Зачисление, как уже было сказано, происходит в соответствии с приоритетом в этом году. Сроки зачисления, это сроки, когда приказы, особые квоты, спецквоты и без вступительных испытаний в первую очередь зачисляются 29-го июля приказы. 9-го августа приказы для поступающих на бюджет и 28-го августа на вне бюджет. Ну и, собственно, контакты приемной комиссии, те наши телефоны. Адрес у нас приемной комиссии, если вы хотите прийти физически пообщаться. Мы, кстати, работаем не на прием документов, но прийти тоже и сейчас можно пообщаться, позвонить, написать и тому подобное. Здесь на сайте они указаны. Вот, наверное, основные моменты, такие канва, параметры и дальше, в общем-то, наверное, вопросы. Спасибо, Евгений Алексеевич. Друзья, давайте поаплодируем нашим спикерам. Мы продолжаем работу здесь в зале. Надеюсь, что нас смотрят онлайн. И, видите, вы так интересно все рассказали, что люди пошли подавать документы. С 15-го июня, напомню, откроется приемная комиссия. Друзья, не спешите. Еще Новый год надо встретить, Рождество, там 8-е марта. Ну, в общем, готовьте вопросы. Значит, у нас есть вопросы онлайн из чата. Один из них надо озвучить, потому что он крайне важный, особенно в условиях нынешней ситуации. Игорь Михайлович, наверное, вопрос больше к вам. Про стажировки, международные стажировки и вообще про стажировки в течение обучения. Как дела в университете с этим вопросом? Да, значит, вот смотрите, я еще прошелся по аудиториям, и запись всей этой встречи, она останется на Ютьюбе, и у нас есть телеграм-канал, да, МГПУ. Можете в этот телеграм-канал зайти, и там всякого, и, кстати, не так часто не спамят они. Значит, вопрос про стажировки. Действительно, в нашем университете была такая программа стажировок для студентов, когда можно написать заявку, обосновать и провести там семестр или какое-то время в заграничном вузе, и мы, значит, часть расходов, которые с этим связаны, финансируем. Значит, потом на ковидный период, это все было приостановлено по понятным причинам. Сейчас мы это будем постепенно размораживать, ну, смотреть, куда действительно, так сказать, можно поехать с учетом логистики и так далее. Но мы еще ожидаем, потому что мы ко всем начальникам наверху пристаем и говорим, а давайте такую делать большую всероссийскую программу стажировок, академической мобильности, и мы надеемся, что такая программа появится, и мы будем участвовать во всероссийской программе. Там, конечно, упор, помимо заграничных стран, будет сделан внутри России, но это тоже здорово, там, поехать на семестр, посмотреть, что там на Дальнем Востоке еще где-то происходит, в других академических школах, в других вузах, если такое желание, так сказать, соответственно, появится. Поэтому мы думаем, что сейчас мы все это будем размораживать и снова притворять жизнь. Спасибо, Илья Михайлович. Друзья, мы через 10 минут здесь закончим, поэтому, как в том известном меме, обращусь к вам, остановитесь, подождите, вот те две девушки пошли, какая-то цепная реакция началась, все, уже не сидится, надо подавать документы. Давайте два-три классных вопроса из зала. Ваши руки, вот в первый, в третий, четвертый, да, ну вот с краю, сюда нам микрофончик нужен, вот здесь, на меня посмотрите, волонтеры, вот видите, вот я показываю, вот сюда, отлично, супер. Куда вы смотрите, непонятно. Как вас зовут? Катя. Здравствуйте. Возможно ли при подаче документов на, ну, просто при подаче документов подать на одно и то же самое направление, но и на просто бюджетные места, и на целевой прием, а потом расставить приоритеты? Давайте еще раз. Начальник транспортного цеха про целевой прием. Да, вы можете подавать на все условия поступления, если вы, соответственно, под них подходите. Ну, в частности, если у вас есть договор о целевом приеме, да, о целевом обучении, да, вы можете подать, причем это будет считаться только одно направление. Более того, мы обычно рекомендуем сразу подавать, чтобы, ну, там, 20 раз не ездить, не вносить изменения в заявление, прям сразу вот все, что к вам подходит, прям бум, единственное, да, вот обратите внимание, нужно будет просто проранжировать. И чисто теоретически такое может быть, чтобы в целевой прием, например, поставить номером 2. Спасибо. Можно ответ, значит, давайте еще классный вопрос. Ох, ты как много вопросов. А давайте вот там, вот, с краю вот молодой человек, правильно? Да. Вот туда, вот моя рука, видите, куда указывает? Вы не смотрите на меня, значит, вот туда, вот идем, наверх поднимаемся. Подняться надо наверх, там будет рука поднята. Отлично. Здравствуйте, меня зовут Михаил. Вопрос, является ли волонтерская книжка индивидуальным достижением? И сколько баллов она может добавить? Да, 5 баллов. Я ждал тот вопрос, очень приятно, спасибо, да. Друзья, если вы в школе занимались волонтерством, прям вот несите, 5 баллов получите. Где еще ручки? Вот в середине молодой человек, там далеко, да, вот можно передать микрофон, вот рука, да. Сейчас, позанимайтесь волонтерством. Вы боитесь брать микрофон в руки, это нормально. Вот для этого надо в университете учиться. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Денис. И вопрос заключается в том, что при поступлении на программу с двумя профильными обучения по выпуску человек будет иметь один диплом, в котором будет имеется отметка о том, что прошел такие-то, такие-то программы. Либо будет два диплома. То есть, условно, если мы поступаем на историю английский, то будет диплом по истории, диплом по английскому, либо же будет один единый диплом. Значит, хороший вопрос. Будет у вас один диплом, где будет написано квалификация, бакалавр, учитель истории и английского языка. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы. Давайте в этот ряд, давайте вот сюда вот девушке передадим в центр. Поднимите руку еще раз, пожалуйста. А у вас вопросик? Да, у меня, к сожалению. Десять вопросов, и я озвучу все. Пожалуйста. Значит, вопрос на засыпку. Общая физическая подготовка, персональное испытание 45 баллов. Как это происходит в двух словах? И у кого КМС тоже сдает? Все сдают. А как это будет тогда? Ну, мне просто надо понять. Вот у нас есть ГТО, у нас есть КМС. Мы все равно идем сдавать? Да, вы все равно идете сдавать, потому что программу вступительных испытаний, вы должны подтвердить именно программу, так сказать, тех критериев, которые идут на входе. У нас нет возможности, это законодательно запрещено, учитывать в качестве индивидуальное достижение, там, статус, звание и тому подобное. Если только вы, конечно, не олимпийские чемпионы, не чемпионы мира. Но у вас еще, кстати, все впереди. Тогда вот в таком случае вы экзамены не сдаете. Все остальное вы экзамены сдаете, но в этом отношении, мне кажется, вам не надо волноваться. Ну, просто насколько это будет справедливо, вот и все. Конечно, справедливо будет. Вы думаете, что еще не придумали тот балл, который вы можете получить, имея КМС, сдавая общую физическую балл? Он придуман, это максимальный балл. Еще есть у вас вопросы? Все, спасибо. Спасибо. Вот у нас вопросик, да, давайте сразу сюда. А потом обязательно в центр, я обещал, я не могу нарушить обещание. Пожалуйста. Добрый день, у меня такой вопрос. Мы сейчас выбираем тоже, куда поступать. И у вас городской университет, мы рассматриваем государственные педагогические. Почему мы должны прийти к вам, в чем разница? Почему вы на меня так пристально смотрите? Мы вам сейчас объясним. Вы знаете, мы очень учредители нашего правительства Москвы. Мы тоже государственные, кстати. Да, я понимаю. Ну, я приду вот с дипломом от вас и от государственного. Кому будет предпочтение? Нет, предпочтение будет тем компетенциям, которые вы освоите в том или ином ВУЗе и их продемонстрируете в школе. Понимаете? Но мы очень сильно интегрированы со школами. Так как у нас один учредитель, у нас нет вопросов, связанных с практикой в школах. И в этом отношении мы, естественно, с ними активно сотрудничаем. Потому что у нас единственный учредитель, и в управленческом плане нам это сделать гораздо легче. Ну, а в принципе, значит, можете посмотреть на нашем сайте те баллы ЕГЭ, которые несут к нам студенты, наши абитуриенты, и сравнить с теми баллами ЕГЭ, которые есть у наших коллег. Потому что, естественно, мы всегда не сами себя хвалим, мы всегда хотим получить высокую оценку тех, кто приходит. И поэтому вот этот показатель, средний балл ЕГЭ, а у нас 86,9 балла, он показывает огромное доверие высокобальников. Они люди очень неглупые, вы это понимаете, да? Они рисковать не будут. Наша политика, она вот следующего плана. Мы готовим учителей не только для школ, чтобы вы это понимали. Например, меня на той неделе спросили, а почему у нас есть программы по управлению? Я говорю, а только в педагогическом вузе программы по управлению и могут существовать. Знаете почему? Потому что профессия учителя, это, в первую очередь, управление собой, управление школьником и управление классом. Никто нигде этому не учит, поэтому у нас есть конкретные компетенции. Ну вот, буквально вчера, значит, есть такой Курчатский институт, знаете, это центр инновационной науки, ядерной физики, все прочее. Они обратились к нам за тем, чтобы к ним пошли работы педагоги. Знаете зачем? Им нужны педагогические кадры, чтобы транслировать, например, генетическое образование в области биологии. Они хотят, в силу диверсификации экономики сегодня, хотят образовать учителей естественных наук до уровня, ну, чуть-чуть небольших ученых. И поэтому им нужны кадры, чтобы они рассказывали учителям биологии про генетику. Они приглашают наших учителей биологии работать. Наши учителя работают не только в школах, а работают, например, в правоохранительных органах, где нужна коммуникация, где нужны психологические знания. Работают в банках учителя математики, потому что они хорошо считают и хорошо общаются с людьми. То есть мы позволяем вам, помимо педагогической компетенции, освоить определенный плюс, чтобы вы на рынке труда были конкурентны. Чтобы не вы бегали за школами, а чтобы за вами школы бегали. Когда меня спрашивают, а вы не боитесь, что ваши педагоги не пойдут в школу? Я говорю, нам вообще все равно. Пусть школы им предоставляют лучшие условия для трудоустройства. У московских школ это есть. И берут их на хорошие зарплаты, хорошими условиями. Но их также берут и другие компании. Вот в этом наша политика заключается, чтобы вы были успешны, и свои педагогические компетенции могли применять и в педагогической, естественно, профессии, и в других сферах, где эти компетенции доступны. И мы вам это рассказываем. Спасибо, Дмитрий Львович. Друзья, 7% зрителей Дня отрытых дверей МГПУ только что узнали, что в Москве есть два педагогических университета, МГПУ и МПГУ. Это хорошая новость. Хорошо, что мы это обсудили. И оба государственных, и оба классных. Последний вопрос, как я обещал, дайте девушке рука поднята. Да, передавайте. Это будет последний вопрос. Он должен быть очень классный, прям такой какой-нибудь романтичный, про что-то такое волшебное. Пожалуйста. Наконец-то минали микрофон, спасибо. Меня зовут Карина, и у меня два небольших вопроса. Первое – это принимаете ли вы при поступлении итоговое сочинение? Нет. И еще так же тогда… Знаете, почему? Почему? Потому что иногда непонятно, что там написано. Вот вы знаете, мы сталкивались с сочинениями, поэтому мы считаем, что это не очень справедливый механизм такой при отборе, и поэтому мы перестали его использовать. И также еще вопрос, когда появится цена за обучение по специальности европейские языки? Конечно, все появится, но мы обычно цены выкладываем ближе к июнь месяцу по одной простой причине, потому что мы, во-первых, ждем определенных нормативных указаний, их еще нету, и, во-вторых, это элемент конкурентной борьбы. Знаете, есть нечестные коллеги, которые обязательно, когда мы выкладываем рано свою цену, они ставят на тысячу меньше. Вот поэтому ориентируйтесь, пожалуйста, на стоимость прошлого года. Мы будем стараться ее не поднимать. На некоторые программы мы будем поднимать стоимость. К сожалению, жизнь диктует эти вещи. Но я думаю, что к июню месяцу вы увидите. Ориентируйтесь, пожалуйста, сейчас на цены прошлого года. У нас на сайте это представлено. Спасибо. Большой как-то ответ нет на вопрос про итоговое сочинение. Сразу нас подвел к вопросу о вне бюджета. Друзья, около полутора тысяч бюджетных мест здесь в московском городском по разным направлениям. И поэтому давайте прям финальный вопросик. Вот стоит человек, стоит уже полтора часа. Давайте дадим микрофон. Точно сейчас будет волшебный вопрос. На самом деле, я только подошла. Это нормально. Так что это не полтора часа. Добрый день. Здравствуйте. Нет, я сидела, смотрела в аудиторию и решила подойти и спросить. Ну и вас увидеть. Как проходит заочное обучение? То есть это онлайн уроки, это... Ну, хорошо проходит. Переходят студенты в корпус. Переходят студенты в корпус. Часов в пять вечера. В субботу к девяти занимаются. Вы знаете, про онлайн обучение. У нас есть программы с онлайн обучением. Значит, есть несколько программ, где полностью онлайн обучение. Только очное большинство есть, безусловно. Но вот так проходит. Проходит по той же программе, что и очное обучение. Просто учиться чуть-чуть подольше. По-моему, на год, если я не ошибаюсь. В силу того, что у вас часов, просто меньше. Ну, то есть заочно это все равно приходить надо. И еще надо учиться. Ага, хорошо. Все, спасибо. Вот на этой фразе, что надо учиться, друзья, давайте поблагодарим Дмитрия Львовича и Евгения Алексеевича. Через девять минут в этом зале стартует родительское, не только родительское собрание с Евгением Алексеевичем, о секретах поступления. И также через девять минут в аудиториях продолжится презентация образовательных программ. Смотрите.